Еще две политические партии определились с кандидатами на пост главы Чуваши на предстоящих в сентябре выборах. Конференции провели ЛДПР и КПРФ. На конференцию ЛДПР в Чуваши прислали делегатов все местные отделения партии. Первый и главный вопрос в движении кандидата на выборы главы республики решился достаточно быстро и без каких-либо споров. У ЛДПР большой опыт участия в выборных кампаниях различного уровня – это одна из старейших парламентских партий. По единодушному мнению участников конференции, в борьбу за кресло главы Чуваши должен включиться руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Республики Константин Степанов. Наша программа богата вещами, проверенными уже в реальной жизни. У нас есть губернаторы в других субъектах – это и Смоленск, это и Владимирская область, это и Дальний Восток. И там мои коллеги показывают определенные успехи. Поэтому программа, безусловно, будет базироваться на общей программе партий, безусловно, с нюансами на Чувашскую республику и на ту ситуацию, которая у нас есть в Чувашской республике. Случайно или нет, в работе 65-й конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ участвовали 65 делегатов. Основным в повестке дня был вопрос о выдвижении кандидатуры на должность главы Чувашской республики. КПРФ будет участвовать в выборах как ведущая оппозиционная сила в республике. Будущего кандидата обсудили во всех первичных, районных и городских отделениях партий на пленуме Комитета республиканского отделения КПРФ. Мнение участников конференции озвучил делегат из Аликовского района, предложив кандидатуру Александра Андреева, как самую достойную и подготовленную. По результатам тайного голосования во всех бюллетенях значилась фамилия Андреева. С 2005 года в политике был депутатом Кугейского сельского поселения, потом трижды избирался депутатом Чебоксарского района и с 2016 года являюсь депутатом Государственного совета Чувашской республики. Программу мы практически уже сформировали и сейчас еще собираем наказы наших избирателей через райкомы, через горкомы и дорабатываем эту программу.